Современная история Теремка сегодня уже не сказка для детей, а остросюжетный детектив. На веронде этого дома расположена общая антенна, но к ней не пускают ее владельцев. И это совсем не главная их проблема. В двух домах на улице Епеева 25А и 25Б собственность разделена по долевому принципу. Причем в свидетельстве о государственной регистрации права конкретно не указано, что и кому принадлежит. Есть только число долей. Сегодня один из собственников решил произвести демонтаж веранды. Остальные собственники против. И их протест подкреплен решениями судов, которые неоднократно запрещали сносить самовольные постройки на этой территории. Никто из нас, из собственников, не имеет права единолично решать судьбу дома. То есть разбирать, строить что-то. Только общим решением всех собственников мы имеем право заниматься какими-либо работами по переустройству дома. Увидев, что сегодня к дому приехали рабочие и начали его ломать, возмущенные собственники вызвали участкового. Но найти у него защиты им не удалось. Сотрудника полиции вы не имеете права снимать. Не имеешь права никакого. Сотрудники полиции не имеют права снимать. Вот эти постройки, они часть уже разобрали. Значит, мы об этом сигнализировали участковому. Осталось все без рассмотрения. Сегодня утром мы вызвали участкового. Он пришел, посмотрел. Когда мы его начали снимать на видео, что было разрешено законом, он развернулся и ушел. На лакомом участке земли в центре города с 1917 года стоят два дома. За эти годы они обросли самовольными постройками, изменив до неузнаваемости изначальный облик здания. В доме 25Б сегодня уже никто не живет. Он признан непригодным для этих целей. Сейчас в доме, вокруг которого с 2010 года не утихает спор, единственное непроданное помещение – это комната. Стены, потолок и пол давно покосились и находиться здесь буквально опасно для жизни. Судя по газетам, последний раз ремонт в этом помещении делали в далеком 88-м году. Еще пять лет назад эта комната выглядела совсем иначе. В 2010 году долевые собственники уже пытались привлечь внимание общественности и призвать ее себе в помощь. Тогда вопрос шел о капитальном ремонте дома, на который у старожилов не было средств. Представитель стороны, организовавший сегодня демонтаж веранды, заявил, что в планах реконструировать дом, а все нынешние упреки четырех собственников не обоснованы. Решение суда понятно, что оно есть, но в 2014 году была приобретателем, уже стала, протащук Ирина Юрьевна. И она вправе распоряжаться своим имуществом, которое она купила, как угодно. Однако показать документы и свидетельства о государственной регистрации права представитель отказался. Но на любительской съемке сделано чуть ранее видно, что в свидетельстве обозначен вид права общая долевая собственность. А значит, любые действия на данной территории возможны только с согласия остальных собственников. И та, и другая сторона для поиска компромиссов назначает друг другу свидание в суде. Вот только договориться даже о встрече они пока никак не могут, в то время как вокруг ветхих домов стремительно разрастается лес элитных построек. Яна Воронай, Роман Фенин, Телеканал, эфир.